В деревню Михалково Шуйского района газ провели еще два года тому назад. Но только сегодня этот процесс завершился официально. Клубое топливо появилось и в последних десяти неподключенных ранее квартирах. Областному бюджету это стоило 1 миллион 200 тысяч рублей. Ну, Константиновна, покажите, что вы тут сделали. Да, все сделали. Очень хороший все. Спасибо. Двухконтурный, да? Двухконтурный. Раньше еду приходилось готовить на газовых баллонах. Отапливаться при помощи старой угольной котельной, расположенной неподалеку от домов. Ежегодно на то, чтобы всего в десяти квартирах было тепло, областной бюджет тратил более двух миллионов. Такая расточительность ни к чему, если всего за миллион с небольшим, можно навсегда избавиться от этой проблемы. Кстати, эта котельная давала тепло стоимостью порядка 8 тысяч за гигакалорию. Это при том, что в среднем по области в пределах двух тысяч. И сегодня реально, во-первых, мы сэкономим более двух с половиной миллионов рублей в год на этой котельной. А если оглянуться чуть назад, то за последнее время мы порядка восьми таких населенных пунктов поселения перевели на индивидуальное отопление. И реально областному бюджету сэкономили более 50 миллионов в год. И это при том, что жители получают, я бы сказал, другое качество жизни. Другое качество жизни – это три основных составляющих комфортного быта. Газ для приготовления пищи, горячая вода и отопление. Все это теперь появилось в квартирах местных жителей. А главное, при всем этом михалковцы еще и сэкономят. Мы платили и за свет много. И мы круглый год платили от кочегарки. Три с половиной почти тысячи каждый месяц. Очень много. Вот у нас за 12 месяцев, это вот подсчитывайте сколько. А сейчас, надеемся, все-таки сэкономим. И материально будет все-таки нам легче. Так что мы очень довольны и очень благодарны. Газификация населенных пунктов региона будет продолжена. Ведь, несомненно, положительный момент, что польза жителям может быть еще и экономически грамотным решением для области. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Шуйский район.